Эксприма Большого театра Анастасия Волочкова – зажиточная дама. В собственности у танцовщицы до недавнего времени был загородный дом и 24 квартиры. Недвижимое имущество знаменитой блондинки оценивалось в полтора миллиарда рублей. Недавно Анастасия Волочкова была вынуждена избавиться от части собственных квадратных метров. Артистка продала 22 инвестиционные квартиры в Астрахани, так как их содержание оказалось балерине не по карману. Налоги, коммунальные платежи, в месяц набегала приличная сумма. Квартирами в Астрахани Анастасия Волочкова обзавелась благодаря экс-избраннику Игорю Вдовину. Бывший любовник отдал балерине долг квадратными метрами. По словам Волочковой, из-за Вдовина она потерпела колоссальные убытки. «Я отдала бывшему все свои деньги – 3,5 млн долларов. Пришлось забирать их из банка, теряя все накопленные проценты, так как деньги были размещены на депозитах». Он клялся, что берет эту сумму на год, сообщила Анастасия Волочкова. Экс-избранник деньги Волочковой не вернул, взамен отдал 22 недостроенной квартиры в многоэтажном доме. Введение здания в эксплуатацию балерина ждала 10 лет. «Вдовин брал у меня 3,5 млн долларов, а я смогла продать квартиры только за 1 миллион. Доллар ведь стоил тогда 25 рублей, а сейчас под 100. Я получила в три раза меньше, чем отдавала». Сетует Анастасия. Тем временем у Анастасии Волочковой огромные траты. Балерине необходимо содержать 200-метровую квартиру в Санкт-Петербурге, квартиру в Москве, загородный дом в Подмосковье. Также артистка ежемесячно платит зарплату помощникам по дому и водителю. 30 миллионов, говорит Анастасия Волочкова, она потратила на создание шоу «Одержимость», с которым теперь выступает. «Звезде пришлось заплатить хореографу, постановщику, оплатить создание костюмов и декораций. Но я решила все равно давать его на благотворительной основе», отмечает Анастасия.